МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Орел? Решка. Привет, Камчатка. Тебе не были? Ой, лапочка, ну не расстроивайся. Просто иди, молча. А, вот туда, где миллионеры ложкой икру едят, да? Вот это что место? Я бы сказал, в какое место тебе идти, Настя, но лучше вот... А! Да, в то место, куда я хотел посадить Настю, пойду я, друзья. Камчатка. Это полуостров на самом краю России. Камчатка – это край географии. Настоящая тмута-ракань за 3-9 земель. На Камчатке под ногами горит земля. Озера наполнены кислотой и ходят медведи. Туризм на Камчатке. Камчатке доступен только богачам. Все достопримечательности находятся на таких куличках, куда попасть можно только на вертолете. Всю субботу я проведу на стандартной экскурсии в Кранотский заповедник. Взет меня агентство «Крайпурга». А стоит моя экскурсия, приготовьтесь, в 8 тысяч долларов. Из-за нереальных цен на экскурсии на Камчатке обычные туристы сюда не ездят. Только богачи. Даже не знаю, что Андрей будет здесь делать. Все бюджетные путешественники, прилетая на Камчатку, сразу же отправляются в Петропавловск-Камчатский. Автобус номер 102 всего за 40 рублей довезет вас до автовокзала. Первое, что меня встречает, это автостанция. Ну что ж, автостанция здесь мощная. Вот сразу хочется возвращаться, возвращаться сюда. Валим отсюда, валим. Где маршрутки? Камчатка – это почти неосвоенный край земли. Единственный крупный город на полуострове – Петропавловск-Камчатский. Расположился он у подножья трех вулканов, на берегу огромного океанского залива. Камчатка – это суровый край. И даже сейчас, в августе, бежит снег. Прямо рядом с городом есть три вулкана – Авачинский, Козельский и Корякский. Невероятно просто. Вот этим подкупает Камчатка. Вот ради чего сюда прилетают туристы. Жители города называют их домашними, потому что они находятся очень близко. И что самое интересное, все они действующие. Если оторвать взгляд от вулканов, перед тобой окажется обычный постсоветский город с хрущевками и рабочими кварталами. Петропавловск-Камчатский – странный город. Здесь ужасно дорого стоит еда. Арбузы, например, стоят 18 гривен. Дыни – 76 гривен за килограмм. Огурцы – столько же. Помидоры, внимание, 101 гривна за килограмм. При этом средняя зарплата на Камчатке вместе с так называемой «северной надбавкой» – 600 долларов. Как они тут выживают? Местные часто жалуются, что свои камчатские красоты и достопримечательности они ведут только по телевизору и на канале «Дискавери». Вы посмотрите, какие непроходимые леса! Я не представляю, что тут можно делать без вертолета! Как вообще на вулкан добраться пешком? Это нереально! Тайга. Насколько хватает глаз ни дорог, ни полей, ни поселений. Здесь до сих пор хозяйничают олени, волки и медведи. Смотрите! Да, медведи! Две медведи! Смотрите, смотрите! Они бегают на нас, смотрят! Боже мой, в этой природе у меня пихать! Это было вообще не проявлено! На Камчатке 150 вулканов. Первым на моем пути стал вулкан Карымский. На его склонах видны колоссальные потеки лавы, которые выжигают в округе все на своем пути. Подлетая к кратеру вулкана, испытываешь какой-то детский восторг. Вулкан! Настоящий вулкан! Дымок над кратером означает, что этот вулкан активный и может начать извергаться в любой момент. Я почему-то думала, что если посмотришь на вулкан сверху, увидишь дыру до самого центра Земли. Но нет, кратер – это просто углубление, а лава в нем застывшая, как камень. Через пять минут появился знаменитый вулкан «Малый семячик». Вулкан знаменит тем, что в его кратере есть огромное озеро, заполнено серой и соляными кислотами. Если человек решит в нем искупаться, то растворится без остатка. Даже находиться рядом с озером опасно. От едких испарений можно легко получить ожог легких. И еще могу сказать, что достаточно низкий город, нету таких высотных зданий. Пока мне встречалось самое высокое здание – это вот это вот, четыре этажа. А, нет, вон, вон есть какой-то небоскреб современный. Стеклянный. Торговый центр, может, какой-то. Когда вокруг города такая красивая природа, архитекторам прощается многое. Да? Отличное здание. Просто со вкусом. Домик Баскова просто. Ну, что тут еще говорить, если главная достопримечательность города – памятник Бэтмену. Просто местные жители называют памятник Владимиру Ильичу Ленину именно так. Бэтмен. Все из-за его плаща. Так что перед вами Владимир Ильич Бэтмен. Следующий пункт моей экскурсии – долина гейзеров. Долину гейзеров описывают как уникальное место на планете. Настоящая природная аномалия. Кислотные озера. Грязевые котлы. Долина гейзеров – это реально первознанная пункта. Прибывая в долину гейзеров, сразу будто переносишься на миллиарды лет назад. Наверное, так выглядела вся земля, когда на ней только зарождалась жизнь. Все кипит. Клокочет. Дымит. И жутко пахнет сероводородом. Ну, знаете, как тухлые яйца пахнут. Земля в долине гейзеров во многих местах раскалена до 100 градусов. Куда ты не пойдешь, все бурлит, все бурлит. Поэтому здесь можно передвигаться только по специальным деревянным тропинкам. Гид сразу предупреждает, что если с нее сойти, можно обварить себе ноги. Места очень опасны. Под ними могут быть полости с кипящей глиной. То есть можно провалиться и получить ожог не только термальный, в общем-то и химический. То есть очень долго заживают, пересадки кожи, все дела. Гид при себе в обязательном порядке носит ружье. Ведь на территории парка живут больше десятка огромных диких медведей. Так, просьба не отставать. Потому что я не знаю, в каком месте медведь оплеживается или кормится. Смотрите, их следы повсюду. Настоящие следы медведя. Так, Николай, я к вам, у вас ружье есть. С вами не так страшно. Итак, рассмотрим поближе некоторые чудеса долины Гейзеров. Большой красный грязевой котел. Это яма, заполненная яркой, кипящей грязью. Иногда в котел попадают и свариваются живьем дикие птицы. Потом приходят медведи и птиц вылавливают. Для них это лучшее лакомство. Провал врата ада. Насколько глубокий этот провал, до сих пор никто не знает. Оттуда все время такие бурлящие звуки какие-то угрожающие. И опять же пахнет тухлыми яйцами. Ну и, наконец-то, сами гейзеры. Гейзер – это фонтан кипятка, бьющий из-под земли. Работает он так. Подземные воды нагреваются жаром от вулкана, а когда закипают, силой выбрасываются наружу. Смотрите, началось, началось. Это вам не искусственный фонтан, в который ВДВшники ныряют. Это настоящее природное чудо. Ну что, Константин Григорьевич, на рыбалку? Конечно. Конечно. Полетели. Вот так вот выглядит рынок Петропавловска и Камчатского. Огурцы, помидоры, морковка, грибы. Но это не самое главное. Самое главное, что мне надо, оно находится вот здесь. Пойдем кое-что покажу. Вот невозможно приехать на Камчатку и не попробовать главный камчатский деликатес, который все мы с вами едим на Новый год. Красную икру. А вот икра. У нас всю красную икру называют лососевой. Но на Камчатке различают целых пять видов красной икры. Горбуша, кита, нерка, кижуч и чавыча. Что приятно, на местных рынках икру дают даже пробовать бесплатно. Ну что, ребзя, сейчас оценим, чем же отличается красная икра от красной икры. Давайте вот с самой вкусной начнем. Икра горбуши. Это знакомая нам красная икра. Легко лопается. Ой, это мне, если честно, как-то не очень вообще понравилось. Икра чавычи. Эти икринки самые крупные. У этой чуть островатый привкус. Вот это на любителя. Вот это на любителя. Мне, если честно, это тоже не... Вы мне стали по одной теперь давать. Вы меня раскусили, по-моему. Икра нерки. Это самая мелкая икра. Так. Слегка горчит. Ну, а пока меня проклинает эта девушка, я отправлюсь в другой. Икра кишуча. Мелкая. Темно-красного цвета. Тоже с горчинкой. Икра кеты. Тоже крупные икринки. И очень нежный вкус. Это очень вкусно. Хоть денег у меня и немного, но как побывать на Камчатке и не купить свежей икры? Для туристов здесь есть опция. Большая ложка икры, которую можно съесть прямо на месте. Привет, Камчатка. Удивительно, но раньше на Камчатке красную икру не ели. Она считалась отбросом. Ее сушили в брусках и кормили зимой ездовых собак. Икра очень калорийная, поэтому одного брусочка собаке хватало на целый день. Спасибо, до свидания. До свидания. Вкусная икра у вас хорошая. А еще я купил себе в дорогу орешков. Такой перекус для бюджетного туриста в самый раз. Следующий пункт моей богатой экскурсии – рыбалка. Вертолет приземлился на берегу живописной речушки, где меня уже поджидали рыбаки и собаки. Путешествуя по Камчатке, понимаешь, что это поистине медвежий угол. Медведи? Смотрите, и тут медведи. Мы можем их перевезти, собак? Не волнуйте, подождите, нет, пусть заходят. Рыбачивай. Тихо, не кричи. Смотрите, мама медведица поймала большую рыбу, а теперь детки пришли и кушают. Кожу с рыбы она сняла и съела. А мясо оставила медвежатам. На Камчатке люди никогда не отправляются в тайгу в одиночку. Они берут с собой собак, специально натренированных отгонять медведей. Ой, ой, о боже. Видите, как переживает. Приходится даже держать собаку, чтобы она не прыгнула в воду и не побежала разгонять медвежьи семейства. Зрение у медведей неважное, поэтому медведица полагается на свой супер-нюх. Медведица учуяла запах бензина, и он ей, по-моему, не понравился. Ну, а мы прощаемся с медведями и отправляемся на рыбалку. На Камчатке ты в полной изоляции от окружающего мира. От этого воздуха начинает кружиться голова. Ты становишься как будто бы пьяным. Все, что тебе остается, это живое общение с людьми и дикой природой. Чудесное, уже забытое чувство. Вы знаете, я всегда мечтала поехать туда-то на белые пески, на Голубое море, пальмы. Нет, ребята, надо мечтать поехать сюда. Вот здесь реально ты увидишь столько всего. Я за всю жизнь столько всего не видела. Здесь куда ни глянь, везде красота, везде. Я уже не удивляюсь, когда вижу медведя. Все, приехали? Поехать на Камчатку – это мечта каждого рыбака. Все, ой, приехали. Ее дикие реки просто кишат рыбой. Вот это я вырядилась на лобалку. На Камчатке принято ловить нахвыстом с помощью приманки, напоминающей упавшее в воду насекомое. Поехать на Камчатке. Эта рыба называется радужная форель. По-местному – мекижа. Мекижа – очень редкий вид, и поймать ее – огромная удача. Плажа моя, дайте мне ее потрогать. К сожалению, мекижа занесена в Красную книгу, и ее придется выпустить. Ой, выпула! Упула моя рыба! Ну что вы! Ну я понимала, что надо было отпустить, но не так быстро. Я хотела еще пообниматься с ней. Зато мои рыбаки поймали не менее вкусную рыбу – чавычу. Полную красной икры. Красная икра! Боже, как ее много! Подержать давайте подержать. Но сразу икру есть нельзя. Ее нужно приготовить. Вначале нужно отделить икру от пленки. Кроме того, в несоленом виде икра невкусная. Она сильно отдает рыбой, и ее неприятно есть. Поэтому икру нужно обязательно замочить в рассоле. Такую икру на Камчатке называют пятиминуткой. Все, деликатес готов. Какая же она вкусная! Можно я еще попробую? С жменьями красную икру я еще никогда не ела. Такое можно прочувствовать только на Камчатке. Икры на Камчатке так много, что с ней тут особо не церемонятся. Никого, кроме меня, даже не задело, что здоровый кусок икры выпал на землю. Это мне с собой? Да, с собой попал. Спасибо большое! Ой, ну полетели дальше! СМЕХ Лучший отель для богатых на Камчатке – «Северное приключение». В этой гостинице у меня будет не просто номер, у меня в распространении будет целый дом с видом на озеро, на горы, в лесу. Ох, собственный бассейн, между прочим, с термальной водой. Надо будет окунуться. Внутри ничего особенного. Единственное, что поражает – чучело животных. Просто владелец отеля – охотник и украсил своими трофеями весь отель. Напоминаем, что в каждом городе «Орел и Решка» оставляют бутылку со 100 долларами. Итак, координаты клада. Петропавловск-Камчатский. Северный склон Мишенной сопки. На нем ищите большие камни. В самой большой скале у основания есть трещина. В ней и дожидается вас бутылка со 100 ваксами. Найти бесплатный ночлег в Петропавловске-Камчатском очень легко. Дело в том, что город находится на краю земли. И любой новый человек вызывает неискрываемый интерес у местных жителей. Они с нетерпением ждут рассказов с большой земли. В таких условиях глупо не воспользоваться каучсерфингом. Напоминаю, что каучсерфер – это такое сообщество людей по всему миру, которое совершенно бесплатно предоставляет ночлег путешественникам. Камчатский каучсерфер Леша оказался еще и просто серфером. Выяснилось, что сейчас он живет со своими друзьями в палаточном лагере на пляже рядом с Петропавловском. Там и можно будет бесплатно переночевать. Сейчас поздно, и чтобы добраться до пляжа, нужно воспользоваться такси. Скажите, а мне интересует до Халактырки доехать. Сколько будет стоить? Сколько будет стоить? 100 посадок, 40. Ну, можете цену озвучить. Я просто не знаю, сколько до километров. Пап, вообще под ноги. Где-то 350. Отлично, все подходит, спасибо. Поехали. Представляете, на Камчатке тоже есть серферы. Они катаются на досках в ледяной воде. Катаются тут гидрокостюмом. Чем толще гидрокостюм, тем теплее. Так что серфить не холодно. А вот и лагерь серферов к каучсерферам. Здрасте. Меня Андрей зовут. Даша. Антон. Леша. 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 Вот как выглядит жизнь камчатских серферов. Дикий пляж. Температура плюс 8. Сыро. Промозгло. Очень холодно. Все в шапках и кутаются в теплые куртки. Узнав, что я сегодня почти ничего не ел, принялись готовить лосося. Представляете, эту здоровенную рыбину они сегодня собственно ручно поймали на удочку. Как у нас там, я не знаю, какого-нибудь подлещика. Вот так и окончился мой день. Моя приватная экскурсия обошлась мне в 8 тысяч долларов. Хотя стандартный билет на групповую экскурсию стоил бы примерно 800 баксов. Это дешевле, но тоже очень дорого. Теперь понятно, почему местные с зарплатой 600 долларов видят свои красоты только по телевизору. Кроме как на вертолете к ним не подобраться. Теперь, я надеюсь, вы поняли, почему весь первый день я просидел в Петропавловске и Камчатском. Ну все, спокойной ночи. Или, как говорят у нас на Камчатке, good night. Мало чего найдете в мире красивее, чем Камчатский рассвет. Такой коралловый цвет небу придает мельчайшие частички вулканического пепла в атмосфере. Доброе утро. Оно здесь у меня не только доброе, но и очень красивое. Вообще, вот так посмотришь на все это, и такое ощущение, что снимается фантастический фильм. О другой планете, там горы, нереального цвета неба. Халактирский пляж очень необычный. Песок здесь черного цвета, потому что представляет собой измельченную лаву и соседнюю вулкан. Как может быть так красиво? Утром я собрался поехать на вулкан. Вулкан, до которого можно добраться к бюджетному туристу Авачинский. И то автостопом. Может и есть общественный транспорт, не знаю. Мне не попадался, например. Стоп. Ху-ху. А я точно по-бедному? Я просто забываю вечно. Ху-ху, как тепло у вас тут. Хорошо. На Камчатке взаимовыручка очень распространенное явление. Места здесь безлюдные, дикие и опасные. Бродят медведи. Поэтому одинокого человека на дороге подберут всегда. Тебя принимают как бога, знаешь, потому что они... Да, они одни, никого не видят. И тут господи. Да, да, точно кто-то. А так на Камчатке встречают утром миллионеры. Камчатский завтрак. Глазунья с мясом краба и красной икрой. Колесная формула 6х6. Клиренс 400 миллиметров. Лучшая техника для поездки в жирный вулкан. Вы только посмотрите, какой жирный вид. И я скоро буду там. Помните, мы говорили, что Камчатка – это дикий край? Это действительно так. Здесь дороги – это не дороги, а направления. Камчатка – суровый край. Здесь постоянно исходит опасность от землетрясений, извержений и тайфунов. Но, наверное, это и к лучшему. Иначе не удалось бы сохранить всю эту странную, безжизненную камчатскую красоту. Камчатка – это не дороги, безжизненную камчатку. Там, где не пройдет джип, легко пролезет мой Урал. Путь к жертву вулкана лежит через облака ядовитых испарений. Камчатка – это то место, где нужно просто молчать и созерцать. Смотрите, какая особенность камчатских дорог. Если честно, я такого нигде не видела. Вот эти железные столбы стоят вдоль всей дороги. И они служат для того, чтобы, когда здесь засыпают все снегом, они работают как ориентир. Люди видят, что из-под снега торчит столб и понимают, что здесь дорога. Все, спасибо большое. До свидания. Все, дальше ножками. Хорошо. Вот это вот слева от меня – это Авачинский вулкан. А справа от меня – вон там – это Корягский вулкан. А я отправляюсь вон на ту скалу, чтобы посмотреть сразу на оба вулкана. Эти два вулкана – единственные на всей Камчатке, до которых еще можно добраться по дороге. Остальные можно увидеть только с вертолета или самолета. Путь на скалу пролегает по полям из черного снега, смешанного с вулканическим пеплом. Ходить тут опасно. Кажется, что шагаешь по твердому камню, но на самом деле это хрупкий снег. Вон, видите? Просто очень-очень грязный. Он может провалиться в любую секунду, и ты упадешь в расщелину. Так что, пожалуйста, не делайте так, как я. Перед тем, как полюбоваться панорамой вулкана, туриста ждет еще одна местная достопримечательность. Очень милая. Помните, я вчера вам говорил, что мне эти орешки пригодятся? Это суслики. Жители Камчатки называют их еврашками. Местные еврашки настолько разбалованы вниманием туристов, что совершенно не боятся. А-а-а, крутяк! Давай, все понабирал полной щеки и убежал. Будьте уверены, как только вы дадите орешек одному суслику, тут же со всех концов начнут сбегаться остальные. О, Степан Николаевич отогнал всех. Все, извините, Степан Николаевич, кушать не кушать. Все нормально, все свои, я свой. Еврашки очень смешные и, кажется, специально живут тут, чтобы повышать настроение путешественникам. Поверьте, сколько бы орехов вы с собой не взяли, все равно будет мало. Как это? Вкусно? Оставь мне кусочек. Ну, кусочек оставь. Оставь кусочек. Желоб. Все, съели у меня все орехи. Так что, если попадется мне на пути медведь, кормить буду его не орехами, а оператором. Пейзаж, конечно, неземной, как на Луне. Не зря в Советском Союзе здесь испытывали луноход. Есть места, где даже Урал не пройдет. Машина довозит только до подножия вулкана. Сам кратер можно добраться только пешком. Здесь даже палки лыжные выдают, чтобы не оступиться на склоне. Это не отдых в Турции на лыжаке загорать. Находиться на вулкане достаточно опасно. Видите вот этот крест? Этот парень упал в расщелину, а там плюс 300 градусов. И все. Путь в жерло вулкана непрост. Идти приходится по крутым осыпям. Это странные, величественные, красивые, но злые места. Вот это вот называется фумарольное поле. Видите, пар перегрет и выходит из расщелин. Это магма нагревает воду. Ядовито-желтый цвет. Видите? Это сероводородный осадок. Если подойти сюда близко, можно провалиться и сразу, естественно, свариться. Потому что там плюс 300 градусов. Одному лучше здесь не ходить. Можно провалиться. Так, осторожно. Это сероводородный осадок. Это сероводородный осадок. Блин, я не могу. Здесь понимаешь, насколько Камчатка опасна. Сейчас чуть-чуть. Сейчас, сейчас, сейчас. Не прошло и трех часов, как я забрался на эту смотровую площадку. Здесь, вот с верхней точки, можно увидеть, что вся территория, вплоть до горизонта, вся усыпена вулканами. Отличное место я выиграл на себя. Здесь виден и Авачинский вулкан, и Корякский. У каждого вулкана свой характер. Корякский, например, спокойный и десятилетиями может только чуть-чуть дымить. А тот, знаете, такой вот более пафосный. Кстати, вот этот вот Авачинский вулкан последний раз извергался 45 лет назад. И, чтобы вы понимали, от этого взрыва камни долетали до Петропавловска-Камчатска. Так, ладно. Оттягивай, не оттягивай этот момент, но все равно спускаться надо. Рядом с подножнем вулкана проходит дорога. Отсюда до города я доберусь автостопом. Вот заехала посмотреть, как живут коренные народы Камчатки. Какого шлагбаума интересный. Когда на Камчатку еще не пришли русские, здесь обитали три коренных народа. Коряки, итальмены и эвены. Коренные народы развлекали себя разными играми и плясками. Танцы и обряды коренных народов Камчатки пропитаны эротикой. Богатый турист может заплатить, чтобы ему показали, как это было. СИГНАЛИЗАЦИЯ 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 Судите сами, ну какие еще развлечения могут быть на Крайнем Севере? Интернета нет, магазинов нет, социальных сетей нет. Одни медведи и полярные совы. Ну чем еще заниматься? СИГНАЛИЗАЦИЯ 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 Это танец любви между мужчиной и женщиной. Он своими движениями говорит, я тебя люблю. И девушка отвечает. Это такой самый, наверное, романтичный танец, но в то же время очень откровенный. Потому что они такие откровенные, что они просто всех-всех-всех-всех возбуждают. В танце очень важно правильно подкрикивать. Ну такой подкрики, я вам скажу. И теперь Алексей вам на горловид, а вы ему отвечаете. Три, четыре. СИГНАЛИЗАЦИЯ Браво, браво! Если там у вас вдруг... Мужчины могли брать несколько жен. Да и женщинам не запрещалось иметь несколько мужчин. А хорошей считалась та невеста, у которой уже есть богатый сексуальный опыт. Вы меня простите, но это так интригует. Как тут не попробовать? Это Петропавловская губа. Здесь самые красивые закаты в городе. Сюда приходят местные жители вечерами, смотрят на воду и провожают солнце. Очень романтичное место. Камчатка – нереально крутой край. Такие удивительные места во всем мире можно пересчитать по пальцам. Но Камчатка доступна только тем, у кого очень много денег. А если у вас 100 долларов, друзья, то вам остаётся только сидеть в Петропавловске-Камчатском и надеяться на чудо. Креме греза! И опять же пахнет тухлым яйцем. Давайте, давайте, что-нибудь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сто лет тебя не видел. Два дня ты всё видел. Как дела? Отлично! Такая природа! Я два дня по Камчатке носилась, но за это время только на один вулкан успела залезть. Ты с трёх штат. Ну, успела залезть. А я не на один, Нашенька. Только глазочком взглянул со стороны на них и всё. Ну, знаешь, природа какая крутая. Я бы сюда в сторону с вами приехал. Ну, знаешь, тяжело на 100 баксов. Знаешь, как тяжело? Реально, здесь очень дорого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова